Продолжение следует... Я вторую лекцию утрачу на это самое доказательство, что было бы обидно, потому что есть еще одна замечательная тема, которую мне хотелось бы хоть немножко обсудить здесь. Поэтому я вторую часть немножко сейчас сокращу, а именно сделаю краткое резюме от того, что мы успели усвоить за первую половину. И потом скажу только схему дальнейшего. Значит, успели мы следующее, что если имеется круг на сфере D, то этот круг можно, как бы сказать, параметризовать. Множество всех кругов можем параметризовать таким образом. Либо векторами T, X, сам вектор называется P, T, X, Y, Z. Можно P поставить стрелочку. Либо эрмитовыми матрицами M, A, B, B с чертой, C. Вот так. С дополнительными условиями здесь значит, что T, а я напишу так, модуль P в квадрате равняется минус 1, а детерминант M тоже равняется минус 1. И еще переход от одной к другой записи. Это T плюс Z равняется C, T минус Z равняется A, а X плюс Y равняется B. Соответственно, B с чертой это X минус Y. Вот такие вот результат первой лекции, можно сказать. Но появилось несколько новых обстоятельств. А именно, я написал здесь модуль P в квадрате минус 1, чтобы это значило. Дело в том, что кроме обычных эвклидовых пространств, в которых вводится скалярное произведение, вводится модуль вектора, как корень квадратный, сумма квадратов его координат. Существуют пространства, например, такие. R, 1, 3. Это четырехмерное вещественное пространство. Но на самом деле эти размерности неравноправны. Имеется одна специальная размерность и три размерности другого сорта. Что в координатах сказывается вот таким образом. Если координаты вектора P, это T, X, Y, Z, то модуль P в квадрате по определению равен T квадрат минус X квадрат минус Y квадрат минус Z квадрат. Конечно, можно спросить, а зачем такое нужно? И не лучше ли будет поставить всюду плюсы? Отвечаю на этот вопрос. Поставить всюду плюсы можно. Будет тогда эвклидовое пространство, которое обозначается R4. А это пространство совсем другое. Его еще называют пространством Минковского. И это главный объект специальной теории относительности. Вы, наверное, знаете, что в свое время Эйнштейн придумал сначала специальную, а потом общую теорию относительности. Которая всех поразила и до сих пор продолжает поражать. И до сих пор люди считают, что самое трудное, что можно понять на свете, это теория Эйнштейна, специальная и общая теория относительности. На самом деле обе теории крайне просты. И жалко, что ни в одной из лекций в этой школе не было ничего по этому поводу сказано. И вообще все основные идеи просты. Если идею нельзя изложить первому попавшемуся человеку, это значит, она еще не доведена до того уровня, который она должна быть доведена. Так вот, в чем состоит первая специальная теория относительности. Ее математическая формулировка состоит просто в том, что надо вместо пространства R4 рассматривать пространство R1,3. И определить модуль вектора вот таким образом, а не с плюсом. Тогда вместо обычной группы вращений, которая сохраняет длину, появится другая группа, которая сохраняет вот это выражение. t квадрат минус x квадрат минус y квадрат минус z квадрат. Она имеет специальное обозначение, называется O13R. Она же называется группой Лоренца. И основной принцип специальной теории относительности можно струмировать так. Все физические законы инвариант относительно действия группы Лоренца. Только надо сформулировать... Сколько я сейчас добавлю? Только нужно все факты из физики формулировать так, что основным понятием теперь уже является не точка пространства, не момент времени, а и то, и другое вместе. Элементарная вещь, которую мы рассматриваем, так называемые события. Это событие, это нечто, происходящее в момент времени t в точке пространства с координатами x, y, z. И вот если в терминах событий изобразить все физические законы, то оказывается, что они будут инвариантно относительно вот этой самой группы Лоренца. Это очень краткая формулировка. Подробная расшифровка ее занимает, соответственно, не очень толстую книжку. Но, в принципе, это очень простая и естественная вещь. Единственное, так сказать, нетривиальное, почему люди не додумались до этого сто лет раньше, потому что догадаться, что надо рассматривать такое выражение, и догадаться, что интерпретировать t надо как время, а x, y, z как пространственные координаты, это все требует некой смелости воображения. А вычисления все крайне просты. Так вот, наши векторы t, x, y, z, которые мы используем для того, чтобы параметризовать круги на сферах, это векторы пространства Минковского. И эти векторы бывают трех сортов, а даже точнее четырех сортов. Поскольку теперь модуль квадрат не обязательно положителен, то он может быть положительный, отрицательный или нулевой. И, соответственно, векторы называются временеподобные векторы. Я не буду писать, и вы, пожалуй, не пишите, чтобы не тратить время, потому что в книжке все это написано. Лучше слушать. Вот бывают временеподобные векторы, у которых квадрат модуля положительный, бывают пространственно подобные векторы, у которых квадрат модуля отрицательный, и бывают световые векторы, у которых квадрат модуля равен нулю. А световые векторы, в свою очередь, делятся на две группы. Векторы будущего и векторы прошлого. Направленные в будущее и направленные в прошлое. как все это выглядит если убрать z то станет три координаты а ты координаты человек легче воспринимает чем 4 даже на доске можно пытаться рисовать трехмерные картинки и вот я нарисую сейчас трехмерную картинку у меня координаты z теперь не будет вверх пойдет координата в т а горизонтальные координаты будут x и y ты их вообще систему карнат писать не буду вот это конус вот это гиперболоид который описан около конца а это гиперболоид который вписан в конус вот я нарисовал три поверхности уровня вот этой самой функции т квадрат минус x квадрат минус y квадрат минус z квадрат это поверхность где эта функция равна минус 1 это поверхность где функция равна единице а конус это там где она равна 0 конус содержит нулевую точку но змеется еще содержит много других точек такой теперь я могу сказать что для обозначения кругов на сфере нам нужны только вектор вот этого гиперболоида где т квадрат минус x квадрат минус y квадрат минус z квадрат равняется минус 1 это можно переписать так т квадрат плюс 1 равняется сейчас про и напишу вот эта штука должна равняться минус 1 я хочу что все положительные были с одной стороны все отрицательные были с другой страны да правильно вот теперь видно взять аккурат из этого уравнения что x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат всегда больше некоторая величина именно больше единицы это значит наша поверхность всегда вне некоторого цилиндра вот этого цилиндра где x квадрат плюс y квадрат на картинке это будет только y квадрат x квадрат плюс y квадрат потому что для т не осталось не дает не осталось места то есть наш этот самый гиперболоид имеет самую узкую часть вот такую вот горловину а во всех остальных частях он только расширяется и топологического есть произведение в нашем случае окружности напрямую а в правиль вот в размерности вот в этой размерности это будет произведение двумерной сферы на напрямую и мы живем вот это на этом гиперлоиде кроме того точки этого гиперлоида можно изображать матрицами эрмитовыми матрицами с условием что определить не равен минус единица иногда удобно одно и другое а иногда полезно вспомнить что все-таки мы изображаем диск на сфере и вспомнить про это еще я сформулировал но не доказал условия когда два круга на сфере касаются друг друга я его напомню д касается будем создавать таким параллельным палочками дэш ты их это то же самое что либо п плюс по штрих есть световой вектор либо детерминант м плюс м штрих равен нулю все три условия означают одно и то же это геометрическое условие это условие в терминах векторов а это условие в терминах матриц простейшие доказательства этого не очень сложно но я не хочу нравиться на него времени и просто приведу несколько примеров давайте посмотрим несколько самых так ведь замечательных обобщенных кругов на плоскости один из них скажем верхняя полуплоскость как записать верхнюю полуплоскость да я забыл сказать что какая связь между матрицами и кругами на расширенной плоскости которые отвечают соответственно этой матрицы или этому вектору ли этому диску после сериографической проекции соответствующие уравнение выглядит так комплея даже комплексных нато w который есть у плюс и в пишу так а плюс в с чертой в плюс б в чертой дубль в чертой плюс как немножко не вошло хотелось бы чтобы это было одну строчку давайте здесь от напишу а плюс б дубль в чертой плюс бы чертой дубль в плюс c w дубль в чертой меньше не равно нужно можно немножко преобразовать это выражение чтобы его геометрический смысл стал более понятным комбинация первого второго последнего предпоследнего и второго слабо множителя выглядит вот как если мы c вынесем за скобки потом останется модуль w в квадрате плюс какой-то коэффициент w в плюс какой-то коэффициент w чертой что похоже на квадрат модуля двух слагаемых то есть вернее на квадрат модуля двух слагаемых одно из которых w а второе сообразим я думаю что вы делите на квадрате квадрате вот давайте посмотрим сравним вот это пока написанное выражение с тем что написано верху а скобка еще не кончилось потому что хорошо я вам напишу скобку вот это c это вот это c это б это вот это б а а еще нету я только начал писать выражение это называется мы это выражение приводим к виду выделяем полный квадрат из квадратного теперь уже не трех члена четырех члена потому что в комплексном переменном приходится и w и w чертой учитывать этот квадрат эти четырех члена хочу из него выделить полный квадрат то есть квадрат модуля чего-то такого вот я бы написал предположительные выражение квадрат модуля хочу взять значит будет w в квадрате по модулю умножить на c такой член есть потом будет w умножить на сопряженное к этому чтобы w умножить на бы чертой делить на cc вещественно так что тут никакой черты не надо этот член должен быть тоже вот он и наконец w чертой умножается на b делить на c вот этот член чего у нас не хватает у нас не хватает во первых есть лишняя надо его прибавить а зато есть лишние бэкод модуль б квадрата бодр б поддить на c квадрат но еще c здесь есть так что нужно писать минус модуль б квадрат на c вот это лишний убрать а согласен как а правильно 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 давайте я так напишу а здесь на c квадрат нужно принять c квадрат нужно а вот а делить на c нужно что я перепишу таким образом чтобы общий выдвинуть ли был один c квадрат а здесь отце минус b квадрат а теперь я вспомню что отце минус b квадрат это как раз и есть детерминат моей матрицы и он известно что равен минус единицы так что ему продолжить это равенство или писать c на w плюс b делить на c квадрате минус единицу делить на c а теперь я делаю так я минус единицы на c квадрат да вот такая вот штука и по условию эта вещь должна быть где в неравенстве вот она вот это должно быть меньше нуля оказывается что эта штука имеет два разных интерпретация если c положительно если c отрицательно если c положительно то можем это неравенство разделить на c от этого смысла неравенство не изменится вместо модуля квадрат поставить просто модуль и написать что w плюс b на c по модулю меньше единицы на c минус 1 что это такое геометрически значит расстояние от точки w до точки минус b делить на c меньше или равно c минус 1 который как мы помним это есть радиус c это кривизна рейта это радиус и значит обычный круг с центром в точке минус b делить на c это комплексная . она лежит на комплексной плоскости со радиус этого круга равен коржи есть тоже c меньше нуля то мы тем не менее можем разделить на c но смысл неравенство поменяется на обратной и мы должны будем написать w плюс b на c больше не равно здесь аккуратно посчитать будет модуль c минус 1 который тоже можно обозначить через r это буквально тот же самый радиус но теперь уже наш круг будет внешность обычного круга и у внешности обычного круга кривизна отрицательна но радиус мы сохраним как модуль c минус 1 чтобы родился я был положительным кривизна может положить не отрицательное радиус себя положительное число вот значит мы имеем соответствие между кругами на сферах кругами на расширенной комплексной плоскости общенными кругами матрицами и векторами давайте посмотрим на соответствие на практических примерах и вот в качестве первого примера я предлагаю рассмотреть верхнюю полуплоскость а сейчас увидим комплексные координаты w равняется у плюсы в и вот эта верхняя полуплоскость означает что в больше не равно нулю как это выражение запи прошу прощения у больше не равно нулю а вы больше совершенно верно что такое в мнимая часть w надо взять w отнять от него w чертой будет чисто мнимая величина разделить ее на и это будет удвоен лучше на 2 и и то есть наше в так что условия в больше равно нулю записывается так w минус w чертой деленное на 2 и это в больше и равно нулю а нам нужно наоборот что было что-то меньше не равно нулю но это просто сделать нам просто менять знак тогда будет меньше и равно нулю сравним это неравенство с неравенством которое написано вот здесь в общем виде вот она по сравнению с общим видом здесь отсутствует постоянный член и отсутствует член с w w чертой то есть а и c оба равны нулю а b чертой давайте посмотрим что такое бы бэйба чертой б это коэффициент при w с чертой и он равен единице на 2 и значит наша матрица имеет единицу на 2 и здесь b чертой это минус единица на 2 а равно нулю и c равно нулю вот вам матрица м с одной небольшой поправкой мы забыли про нормирование матрицы и если вы сосчитаете определитель этой матрицы то получится не минус единица нечто другое а что именно минус 1 четверть поэтому чтобы было минус единица насколько надо эту матрицу умножить на 2 не на 4 на 2 и тогда значит это все равно стереть двойку здесь что не изменит смысл неравенства и стереть двойку здесь стереть двойку здесь после чего и можно чуть-чуть упростить минус единицы делить на и это просто и а это будет просто минус и вот эрмитова матрица второго порядка с определительно минус единица который отвечает за верхнюю полу плоскость давайте попробуем понять если в нашу верхнюю полу плоскость хотим немножко сдвинуть так чтобы мне моя часть была не больше нуля а больше чего-нибудь скажем больше какого числа и ну как не хорошо какое еще число а bc уже заняты а великолепно значит мы должны переписать наше неравенство вот таким вот образом что приведет к появлению вот здесь на месте а если я правильно понимаю то ли двух а что ли минус 2h я напишу 2h а вы меня поправить если надо ну вот я спрашиваю плюс или минус стоящий за знака легко считать в уме а в знак требует дополнительных усилий по мне надо никого минуса так что ты соберете полу плоскость вверх и мнимая часть больше чем некий уровень h что соответствующие металл матрицы будет вот такая теперь давайте посмотрим другой круг она мягко него не меняется потому что определить остается тот же самый в матрице цепи 2h а в неравенстве должно быть минус h на этой стране доски если в было больше чем h то минус в меньше равно нулю у нас же слева написано не мнимая часть а минус мнимая часть да это минус мнимая часть я вижу что по крайней мере три человека все активно понимают и могут рассказать другим чем смысл дискуссии минус 2 вот здесь мне не жалко я на всякий случай сотру матрицу оставлю еще один замечательный обобщенный круг а именно обычный круг радиуса r скажем его уравнение простое w w с чертой что есть квадрат модуля w меньше или равняется r то есть если мы вычтем r квадрат r квадрат то получится меньше или равно 0 сравним его с общим видом уравнения и немедленно получаем на месте она поставить r квадрат на месте c надо поставить единицу а бы отсутствует линейных членов здесь нет то есть 0 и 0 плохо дело я что-то не так написал да потому что минус r квадрат теперь с определителем определитесь минус r квадрат а должен быть единица значит надо разделить матрицу на что на r поэтому здесь будет минус r а здесь будет r минус 1 то есть c это и есть то самое c которые и там c и кривизнация вот она наша стена все время здесь и преследует вот так что если определить равен минус единицы а теперь посмотрим когда этот самый круг радиус r касается полуплоскости мнимая часть больше равно h это происходит тогда когда самая верхняя часть круга так вот давайте вот здесь будет 0 вот здесь будет . и h нет и r и r самый верхний . круга будет r а самая нижняя . полуплоскость или все нижние точки полуплоскости состоят из точек вида и и h плюс что-то вещественное в частности когда . и r падает на эту линию когда равняется h что да и только тогда когда я равняется h вот эти две два круга отвечающих этим ну матрицам будут касательные эта матрица пускай будет м а это матрица м штрих критерий который написан здесь предлагает нам сосчитать детерминант м плюс м штрих как выглядит м плюс м штрих я серединке нарисую м плюс м штрих а именно 2h минус r минус и и и r r минус 1 это должно равняться нулю это происходит ровно тогда когда h равняется r я думаю что это рассуждение можно считать доказательством то есть настоящее доказательство отличается от этого доказательства маханием руками махание руками это математический термин который означает набор тривиальных стандартных выражений который каждый может додумать если нужно основа все вычисления которые нужны здесь проведены а остальное часть для оставить сейчас доказательство махание руками это высказывает не очень просто понять но я думаю что со второго и третьего раза но усваивается опасность заключается в том что люди привыкают махать руками даже в том случае когда это махание на самом деле не не означает стандартных и легких преобразований они пытаются на ханим руками заменить на самом деле сложное суждение иногда даже неверное но поскольку меня времени мало я все-таки предпочитаю здесь это махание именно махание произвести а подробности опустить временно и считаю что этот критерий доказано а то что это утверждение равносильно этому это уж простой факт если вы сравните терминант матрицы и квадрат модуля вектора еще учтете вот эти соотношения то и видно что и терминант матрицы m в точности равен вот этому самому квадрату модуля п следующий этап доказательства красивый легкий но скучный он состоит в том что когда у нас имеется четыре папа она касающихся круга круга то имеет соответственно 4 матрицы или 4 вектора первое утверждение эти четыре вектора нивили независимы доказывается это с помощью явного вычисления их скалярных произведений и такой лемма что есть имеется ну не обязательно 4 n векторов в мерном пространстве то можем составить так называемую матрицу грамма а именно матрицу их скалярных произведений матрицу который на и житом месте стоит произведи скалярное произведение этого вектора нажитый вектор я забыл сказать еще что раз у нас есть квадратичная форма p квадрат то есть скалярное произведение а именно скалярное произведение p и p штрих это есть т на т штрих минус x на x-штрих минус y на y-штрих минус z на z-штрих Так вот, если у нас имеется в n пространстве n векторов мы можем составить скалярные произведения и того вектора нажитый вектор обозначен через g и j и из этих чисел составить матрицу порядка n на n Тогда вектор линейно-зависимый тогда и только тогда, когда эта матрица имеет нулевой детерминат Это лема из линейной алгебры Я ее опускаю Только скажу, что какая в этой матрице в этом случае Предположим, что у нас имеется 4 вектора p1, p2, p3, p4 которые соответствуют попарно касающимся кругам Тогда скалярное произведение каждого вектора сам на себя будет минус 1 потому что мы с самого начала нормировали все наши векторы таким образом чтобы скалярный квадрат равнялся минус 1 Вот это здесь написано Так что в матрице g по диагонали стоят 4 минус 1 А что касается скалярного произведения p и pg Давайте воспользуемся вот этим условием Скалярный квадрат p и плюс pg равняется 0 Раз p и pg отвечают касающимся кругам Значит, это равно 0 С другой стороны, модуль можно раскрыть Это будет модуль p и в квадрате минус 2 раза скалярное произведение p и pg плюс модуль pg в квадрате плюс согласен плюс минус я уже забежал вперед считаю что я объясняю что вот этот член равен минус 1 минус 1 плюс удвоенная по и пыжи минус 1 равно 0 отсюда мы находим скалярное произведение по и пыжи и равно на единице поэтому в нашей матрице четвертого порядка все остальные элементы это единицы очень полезное упражнение по линейной алгебре легкой когда его умеете решать и не очень легкой когда вы не умеете решать и которой части встречается на экзаменах намотаете себе это на соответствующую часть тела и состоит на вот в чем как сосчитать детерминат такой матрицы куда вы по диагонали стоит к 2 какое-то число а вне диагонали другое какое-то число в частности чем уровень определить вот этой матрицы оставим это в качестве задачи обязательных для тех кто хочет по линейной алгорит получить пятерку а пока не делать не будем но любой способ годится конечно конечно я думаю что каждый из вас просто глядя на эту матрицу такой способ придумает рано или поздно оставляю вам и будем терять время так вот эта матрица оказывается не вырождены детерминаты отличные от нуля а значит эти четыре вектора образуют базис нашем пространстве четырехмерном пространстве и значит любой вектор выражается через них а теперь если у вас имеется пространство в нашем случае четырехмерное назовем его в в нем имеется базис который можно обозначить p1 p2 p3 p4 возьмем просто вектор в тогда с одной стороны единственным образом записывать в виде линейной комбинации базисных векторов и поэтому можно писать вы равняется какой-то коэффициент в 1 умножить на p1 плюс в 2 умножить на p2 плюс и так далее плюс в 3 умножить на п виноват в 3 4 умножить на п 4 я оставил с той же с длиной можно было бы написать есть 3 отсутствующий член это подсказывает что на самом деле вся весь подход может быть перенесена и н-мерное пространство что тоже остается за скобками но есть и другой способ значит сам вектор вы записывается в линейной комбинации и коэффициент этой линейной комбинации являются естественными координатами нашего вектора и у координат имеется один верхний индекс такие координат называются контравариантами а еще ко вариантные координаты а именно мы можем к вариантную координату вы и определить как шкалерное произведение нашу вектор в с вектором по и для наш получает другие координаты в нижний один индекс в 2 нижний индекс в 3 и в 4 и дальше тратится некоторое время в книжке на то чтобы разобраться с этими координатами и решить такие задачи как выразить одни карнат через другие и как выразить квадрат модуля вектор в и через такие карнат и через такие координаты если все это проделать то теорема декарта станет очевидны на этом я доказательства заканчиваю и перехожу более интересным на мой взгляд предмету а именно к целочисленным карман аполлония на мой взгляд Продолжение следует... До сих пор мы занимались в основном геометрией и пытались ее свести к некоторой алгебре, именно к линейной алгебре. А теперь мы займемся арифметикой. Значит, напоминаю, что ковер Апологии получается из сферы или из поршенной плоскости вырезанием из него кругов. Так что первые три круга выбираются произвольно, лишь бы они касались друг друга. Остальные круги дорисовываются так, что они касаются трех предыдущих кругов уже нарисованных и тоже вырезаются. Если этот процесс довести до логического конца, когда все, что можно вырезать, уже вырезано, остальные множества называются ковром Апология. Конечно, форма этого ковра сильно зависит от того, какие первоначальные три круга выбраны. На самом деле, оказывается, что это только кажеская зависимость. А вот группа Г, которую мы здесь писали когда-то, группа Г, она на самом деле не группа Лоренца, а ее связанные компоненты единицы, но это детали. В книжке все об этом подробно сказано. Она же группа дробно-линейных преобразований плоскости в терминах комплексной координаты. Так вот, оказывается, любые два ковра Апология можно перевести один в другой с помощью дробно-линейного преобразования. Так что, хотя и они выглядят по-разному, но, по сути дела, это один ковер, нарисованный в разных комплексных координатах Z. Но, тем не менее, если выбрать начальные точки более специальным образом, начальные три круга специальным образом, то ковры получаются красивыми и совершенно различными по виду. Я нарисую здесь три ковра. Один такой. Предположим, что наши два круга, являются один верхней полуплоскостью, другой нижней полуплоскостью, но... Так что, чтобы оставался просвет ширины 2. И тогда третий круг, естественно, нарисовать вот так вот. После чего надо достроить до полного ковра и выглядит это примерно таким образом. У вас в книжке есть картинка, но вы и сами можете себе легко представить себе эту картинку. Шриду можно сделать любой, но мы сделаем так, чтобы радиус, осталось бы, и кривизна равнялись единице. И впишем эту самую единицу в каждый круг. Еще один для полноты картины нарисую. Теперь в образовавшейся, значит, вся верхняя полуплоскость вырезана, вся нижняя вырезана, вот эти круги вырезаны, остались вот такие криволинейные треугольнички. Впишем в них круг, который касается трех ограничивающих окружностей. Тогда его кривизна, мы уже обсуждали один раз, равна четырем. Радиус одной четверти, а кривизна четырем. И не очень сложно показать, что если вписать следующий круг, то его кривизна будет 9, у следующего кривизна будет 16, потом 25, 36 и так далее. Чуть более сложно, но из теоремы Декарта легко выводится, что если вписать сюда вот круг, то у него будет кривизна не 9, как здесь, а 12. У следующего будет 40 и так далее. Что, на первый взгляд, поражает воображение, что сколько бы ни продолжали вписывать кругов, всегда кривизны будут целыми числами. Но это становится почти очевидно, если мы посмотрим на теорему Декарта. Я напомню ее теорему Декарта. c1 плюс c2 плюс c3 плюс c4 в квадрате равняется c1 квадрат плюс c2... О, прошу прощения, здесь множитель двойка. c1 квадрат плюс c2 квадрат плюс c3 квадрат плюс c4 квадрат. Давайте посмотрим это на уравнение как уравнение относительно c4 при условии, что остальные кривизны нам уже известны. Тогда в левой части c4 в квадрате входит с коэффициентом 1, а в правой части с коэффициентом 2. Поэтому давайте поменяем эти части местами и в левой части напишем c4 в квадрате. дальше c4 в первой степени откуда появится? Отсюда он не появится. А отсюда он войдет с коэффициентом плюс... а, нет, не плюс... минус 2 c4 на сумму остальных c1 плюс c2 плюс c3. И, наконец, свободный член. Его тоже легко написать, но я этого делать не буду. Равняю c0. Для меня важно вот что. Это квадратное уравнение имеет, как всегда, два корня. Один из них – это наш c4, который уже есть. Вот, скажем, здесь мы можем считать, что одна кривизна – единица, вторая – 4, а третья – 9. Значит, мы имеем 1, 4, 9. Тогда вот здесь вот, если мы впишем округность, то следующая кривизна будет 16. Так что до 1, 4 и 9 один из корней равен 16. Попробуем догадать, какой будет второй корень. Геометрически это означает, что мы круг будем вписывать не сюда, а какой еще круг касается 1, 4 и 9. А, вот у меня нет никакой указки, а палец у меня слишком толстый. Вот был бы у меня иголкой, я бы указал, что вот здесь расположен другой круг, который тоже касается 1, 4 и 9. И вот его кривизна – это второй корень нашего уравнения. но в школе учат коим и каким свойствам корней уравнения квадратного, которые не зависят от его знаемого корня или нет. Например, известно, что сумма корней равняется минус второму коэффициенту, а произведение корней – последнему коэффициенту. Теорема Виетт, так называемая. Или она уже успели ее исключить из школы? Есть еще. Смотрите, здесь второй коэффициент полностью написан. Вот он. И значит, если мы возьмем С4 и С4 штрих, что означает другой корень того же уравнения, то их сумму мы можем узнать, не решая уравнения. Чему она равна в данном случае? 2 на сумму С1 плюс С2 плюс С3. Или можно сказать так, что второй корень С4 получается так. Надо взять, выбрать первый корень С4, взять сумму оставшихся, удвоенную сумму оставшихся и отнять первый корень. Так что, если у нас есть четверка 1, 4, 9, 16, то можем провести такую операцию. Сложить 1, 4, 9, сколько получится? 14. Удвоить. И отнять 16. Получится 1, 4, 9, 12. Значит, третий корень, второй корень в нашем уравне это 12. Что-то где? 12 уже было, кстати, один раз. А, 1, 4, 9, 0 должно быть. А, ребят, мы все перепутали. Конечно, я смотрю, что-то 12 не на месте появилось. Значит, 1, 4, 9 и 0. Потому что мы должны учесть еще вот эту. вот так что давайте здесь поставим 0. 1, 4, 9, 0. Все, каждый, каждого касаются? Да. Теперь мы оставляем 1, 4, 9, 0 убираем. А, это будет вписано вот сюда. и там нужно взять 28 минус 0. Получится 28. Здесь действительно совсем маленький кружок только вписывается. А как получить 12 вот эту? Давайте попробуем 12 проверить, правильно это число или нет. Надо взять 1, 1, 4. Тогда 1 корень, и вот эта горизонтальная прямая, 0. Значит, я напишу 1, 4, 1. 1 корень 0, а второй корень это 1 плюс 4 плюс 1 это 6, удвоенное 12, значит, здесь получается 1, 4, 1, 12. Значит, вот эти 12 возникают здесь. Точно так же можно и следующий вычерить и так далее. Следующий будет 40, а нет, прошу прощения, следующий будет 24, только потом 40. Но не в этом суть. Я хочу сказать только, что из этого алгоритма видно, что возникающие новые кривизны все будут целы, если старые были целы. Потому что все операции, которые здесь, удвоение, вычитание, не выводят за пределы целых чисел. Это значит, что если в нашем ковре есть 4 попарно касающихся круга, у которых всех целые кривизны, то мы можем поочередно выбрасывая один круг из четверки, заменяя его другим, перебрать все круги нашего ковра, что, конечно, тоже требует доказательства, но я его сейчас не могу провести здесь, и показать, что все вообще, кривизны, целые числа. после этого возникает масса интересных вопросов, на части из которых ответы есть, на части ответов нет. Например, какие числа здесь встречаются в качестве кривизны, а какие не встречаются? Если встречаются, то сколько раз? В этом случае ответ очевиден, каждое число встречается бесконечное число раз, потому что наш ковер периодичен. но мы можем ограничиться только вот этой частью, скажем, или даже вот этой частью, или даже, ну, хотя бы вот этой частью. Посмотрите, какие кривизны встречаются здесь, можно еще вот так разрезать всю симметрию учесть, и посмотреть, какие останутся кривизны вот на этом участке. Там будут вовсе не все числа. Простые числа бывают? Бывают. Сейчас я, этот пример я не хочу дальше исследовать, потому что я хочу успеть обсудить еще два. Один из них такой. Давайте рассмотрим другой случай, когда имеется один внешний круг, и в него вписаны вот таким образом еще два. Вот так вот. здесь здесь еще. Ну и все, собственно говоря. Вот. Оказывается, что если внешний круг имеет радиус единицу, то есть, если эти два, я их плохо нарисовал, они должны быть симметричны, стало быть с одинаковыми радиусами, у меня они какие-то разные вышли. у них должно быть по двойке каждого. Двое меньше первого круга, внешнего круга, стала кривизна у них в два раза больше. Вот здесь можно сосчитать, я это не буду делать, что кривизна будет три. И еще вот эти четыре круга, они все имеют одинаковый размер, естественно, и кривизна у них будет шесть. Вот если этот круг нарисовать на клетчатой бумаге, то можно добиться того, что центры кругов вот здесь, 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 по-моему, я могу путать, но кажется, мне образует такой прямоугольник, из-за чего я называю ковер прямоугольника. И утверждение это становится почти очевидным. Можно, конечно, аккуратно сосчитать это все, но когда рисуешь на клетчатой бумаге, там просто видно, как это доказывать. Вот пример второго ковра, который я называю прямоугольным ковром. Давайте проверим для него наше равенство, наш теорему Декарта. А именно возьмем один, два, три и шесть. Нет, много. Один, два, два и три. Вот как. Один, два, три, шесть, они все либо парно касаются. Хорошо, тогда возьмем. Значит, один плюс два плюс три плюс шесть должно равняться в квадрате удвоенной сумме один в квадрате плюс два в квадрате плюс три в квадрате плюс четыре в квадрате. Да, я хотел потратить несколько минут, чтобы удовлетворить, так сказать, отрицательные черты характера слушателей, чтобы они порадовались моему этому самому конфузу. Дело в том, что это равенство неверно. Сумма один плюс два плюс три плюс шесть равна двенадцати. Правильно? Один плюс два плюс три это шесть, еще шесть это двенадцать, в квадрате будет сто сорок четыре. А теперь здесь один, четыре и девять. Один и девять легко сложить, это будет десять. Прибавить четыре будет четырнадцать, и еще тридцать шесть, это будет пятьдесят. Удвоить будет сто. так что видите 144 с одной стороны 100 с другой стороны и как правильно кто-то уже заметил ошибка состоит в том что кривизна здесь вовсе не один у внешнего круга а сколько а минус 1 правильно вот эта кривизна есть минус 1 потому что наш круг в данном случае это внешность круга только в этом условии он касается этой двойки имеет двойка ровно одну общую точку а если исправить на минус 1 то здесь ничего не изменится один квадрате минус один куда то же самое а здесь вместо суммы я поставлю минус и вместо суммы 12 будет сумма 10 а 10 квадрате будет стук все хорошо равенство выполняется я помню некоторые другие цифры связанные с этим прямоугольным ковром скажем вот следующие вот здесь будут иметь значение 11 это значение не помню следующий вот здесь будет иметь значение 15 и уже здесь видно что не все числа встречаются почему потому что вот скажем ну минус один есть а нуля единицы нету 2 и 3 есть а четверки и пятерки нету и видно что их и дальше не будет потому что дальше дырки становится меньшими и меньшими стало быть радиусы все меньше и меньше а кривизна все больше и больше к 6 на ранних этапах вам четверка не встретилась дальше она уже никогда не встретится четверка отвечает вот такому кругу половину вот этого круга и видно что уже здесь на нее место не находится так четверки никогда больше не будет и дальше это завали занятная экспериментальная математика начинается когда вы смотрите какие числа встречаются какие нет и думаете вот а почему одни встречаются другие встречаются и как это проверить и как это доказать если память не изменяет такую работу же проделали некоторые студенты как вот на предыдущей школе которая была три года тому назад 2004 году я тогда тоже рассказывал первые версии моей книжки а так и студенты в америке которыми это читал в качестве спецкурса для аспирантов и там оказалось что наверно стоит это даже опубликовать потому что если вы начнете это делать то в этом сэкономится время что ответ в первом приближении зависит от вычета числа по модуль 24 вот скажи минус единицы есть и 23 встретиться где-то я не помню где но встретиться между двойкой тройкой четверкой двойкой а четверки нету 6 а вот здесь да очень может быть давайте проверим а какой еще касается их всех минус единицы да значит будет 2 3 6 минус 1 и мы хотим это минус 1 заменить другим корнем надо взять 2 плюс 3 плюс 6 это будет 5 на 6 11 2 и 22 отнять минус 1 получится 23 все правильно вот этот кружок имеет кривизну 23 так вот следующее число которое сравнимо с минус 1 по модуле 24 благополучно встречается если 6 заменить по модуле 24 на тридцатку она тоже встречается 30 и 27 встречается 26 встречается и так далее но кажется есть одно исключение вот этого я не помню потому что один какой-то человек утверждал что исключение есть а другой ему говорил нету и кто из них прав я так до сих пор не помню вы выяснили они не нет то есть до большинства чисел модуль по модуле 24 вы можете сказать встречаются они или нет есть список разрешенных вычетов и список запрещенных вычетов те которые запрещены тебе запрещены все и не встречаются и это можно доказать те которые разрешены опыт показывает что встречаются но он показывает что встречаются ну там вы проявляете к числу 24 еще раз 24 еще раз 24 все встречаются 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 но бесконечность так проверка еще что проверок сделать нельзя так что постепенно убеждающий вроде бы встречаются бесконечные 4 со вроде бы и неизвестно вот прошу почти бесконечный что раз не может встретиться конечно одно и то же число бесконечный что раз не может встретиться кстати кто может доказать да правильно правильно это бесконечное число кругов все лежат в этом единичном круге и друг другом не пересекаются так что и места не хватит если одно и то же число встречается бесконечное число раз так что они эти числа данные каким-то образом стремится бесконечности даже с него выпишем их подрядки возрастания с учетом кратности напишем так минус 1 2 2 3 3 потом 4 раза 6 и так далее 11 войдет сколько раз 8 раз по уму а вот 211 дважды 11 дважды 11 8 раз 11 не 1114 прошу прощения да вы правы вообще краю что не бывает кругов всех радиусов а действительно хорошее замечание не бывает кругов всех радиусов а именно если бы они все радиус встречались то нам бы пришлось суммировать гармонический ряд который расходится а нет нет не про я согласен не знаю квадрат сходится так что это не препятствие понятно теперь я хочу упомянуть одну нерешенную задачу по-видимому довольно трудно и но кто знает вот если мы выпишем все эти штуки в порядке возрастания значит бывает 1 минус 1 2 2 3 3 4 шестерки 4 раза 11 4 раза 14 ну и какие там еще поскольку есть симметрию этого треугольника то многие числа встречаются четыре раза потому что есть такая симметрия есть такая симметрия каждое число встречающийся в этом квадранте оно встретится и в этом квадранте в этом квадранте в этом квадрате если в общем в порядке возрастания то они стремятся бесконечности спрашивается какой скорость они стремятся бесконечности можно ли оценить диаметр или радиус н-ного круга ну вот в этом порядке они выписаны в порядке возрастания есть такое мнение что они растут в некоторой степи как но диаметр катого круга и радиус катого круга давайте я напишу это предположение вот здесь а уж так н-ная кривизна цен равняется ну эквивалентно м в степени альфа или лучше написать так не эквивалентно эквивалентно означает что отношение стремится к единице равняется о большое и даже большой со звездочкой от n степени альфа это значит что отношение с н н в степени альфа заключено между двумя константами большой константы м и маленькой константы м это положительно а это конечно это предположение может быть уже и доказано а может быть и нет я не знаю а что точно неизвестно это то альфа при котором она если верно то верно это может быть верно только для одного альфа какого-то и это число альфа называется куздорфа и размерности на самом деле соответствующего ковра ковер от защиты размерность от защита даже меня поправить просто когда я пытался писать но точно доказать пока не удается я думаю что если вы прочитаете эту книжку там даже себя сам прочитал эту книжку для 40 тому назад я думаю что я может быть и нашел бы ответ но как-то теперь уже немножко под выдохсись опиша эту книжку так что это уж вам дело 10 замечательно теперь я хочу рассказать о замечательной группе которая здесь возникает я обещал еще объяснить симметрия этой задачи а сейчас я начну это делать а треть ковер забыл правильно виде ковер сейчас будет на самом деле еще 4 5 но это уже сами книжки посмотрите третий ковер который более симметричен чем все предыдущие он вот какой мы тоже возьмем единичный круг и впишем в него три круга наиболее симметричным образом а именно так чтобы эти все три круга имели одинаковую величину ну один сверху вписывается вот так вот немножко не доходит до центра надо отметить точку вот здесь и другие три точки которые образуют правильный треугольник вписать другой круг кашей который касается вот здесь как у меня интересно получается и вот здесь может быть он неправильный треугольник может вот кривизна внешняя окружность равняется минус 1 это может договорились кривизну здесь давайте обозначим c1 она одинаково везде но какая она мы не знаем но в нашем распространении есть арема декарта который утверждает что единица плюс 3c 1 минус единицы плюс 31 в квадрате равняется удвоенной сумме такой единице плюс 3 на c1 в квадрате это уравнение квадратное относительно c1 давайте его решим значит какой коэффициент будет при c1 в квадрате здесь коэффициент равен шестерки да а здесь девятки наш будем собирать все в левую часть где коэффициент старше будет 31 в квадрате теперь линейный член здесь будет минус 6 а здесь будет один чего не будет минус 6 c1 и свободный член здесь единица а здесь двойка значит минус 1 равняется нулю вот квадратное уравнение и решение его сразу пишется по упрощенной этой самой формуле решения квадратного уравнениями и половину второго коэффициента с обратным знаком 3 плюс минус корень квадратный 3 в квадрате это будет 9 надо прибавить произведение этих еще три будет 12 корень из 12 и разделить цвет на 1 коэффициент то есть на 3 тройку можно сократить и получится единица плюс 2 делить на корень из 3 вот я здесь это их пишу единицу плюс 2 делить на корень из 3 а почему я плюс то писал дать посмотрим хотя бы потому что корень из 12 больше 3 если поставить минус то будет отрицательная кривизна так отрицательный корень не годится уберу это можно подумать на тем какой смыслами минус здесь я думаю что это связано с тем что эти три круга можно осматривать какой описаны около этого круга хорошо не будем даваться теперь вот этот круг пожалуйста же стоит вычислить а потом уже немножко поговорить на эту тему начал получается сидеть такую четверку вот этот этот круг этот круг внешний круг и вот этот круг то до внешний круг и вот эти три но потом заменить и вот этот круг на новый вот она будет новый значит мы имеем четверку давайте от число как-нибудь обозначим а скажем вот у нас была четверка минус 1 альфа 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 и мы хотим эту координату заменить на новую 3 2 оставить а 3 3 4 заменить на новую тогда будет минус 1 альфа альфа а а здесь будет сумма вот этих будет 2 альфа минус 1 удвоенная то есть 4 альфа минус 2 и отсюда надо читатьочка альфа это будет 3 альфа минус 1 а что такое 3 альфа минус 2 вот наше число если вы умножить на 3 то будет 3 плюс 6 корней из 3 а ну конечно ну нет я хочу так в общем будет единица альфа будет равна единице плюс по 6 на корень из 3 правильно неправильно вот альфа альфа вот она если мы его утроим будет здесь тройка здесь шестерка отнимем двойку тройка снова станет единицей вот это вот а ну конечно 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 3 альфа минус 2 то есть кривизна вот этого круга единица плюс 6 на корень из 3 от корень правильно теперь если мы посмотрим вот этот круг то оказывается у него кривизна будет тоже такого же типа именно единица плюс что-то разделить на корень из двух трех какое целое число разделить на корень из трех и вообще все круги касающиеся внешней окружности все имеют кривизну специального вида именно единица плюс целое число делить на корень из трех так что они не целые но близкие к целом к сожалению ничего нельзя сказать про внутренние вот скажем вот этот круг центральной сосчитать то его можно но уже не будет иметь такого вида нет никакой гипотезы как его дальше представлять ну вообще то что можно заказать по-видимому что все кривизны будут целые в таком смысле что они имеют вид а плюс b на корень из трех где а и b целые числа это наверное можно доказать а тогда возникает совершенно новый подход раньше у нас были просто кривизны целые точки если мы их нарисуем напрямую то ничего нового не получим был список целых чисел будет картинка целых чисел но и психологические так сказать информационно все одно и то же но здесь уже пара чисел пара чисел от точки на плоскости на числе мы каждому кругу поставим в соответствие точку на плоскости мы получим а еще лучше наклеточной бумаги естественно мы получим довольно красивую картинку например все круги которые граничат с граничной окружностью расположится на одной прямой потому что первая карната у них единица у всех а вторая стремится бесконечности и вот это с положение плоская уже довольно интересно я его специально даже и не пытался смотреть потому что думаю придет способный человек захочет посчитать вот я ему и дам пусть считает а когда что-нибудь обнаружит он придется скажет а вот я сосчитал а ему скажу молодец и у нас будет разговор я хочу еще один ковер нарисовать а вот я вот нарисую картинку это самую еще одно наклонность и скончу так не хочется еще одну задачу сказать я нету тогда значит про группы это остается на следующую школу про непрерывные дроби и функции выпросительный знак остается на следующие школу а вот про арифметические свойства четверок вот пожалуйста начнет какая задача имеется которая содержит в себе бесконечное множество задач и одна из трудностей стоит том чтобы выбрать правильную задачу который настолько интересно чтобы решать и настолько ли не трудно чтобы решить оказывается существует много ковров аполлония таких что у них все а кривизны целое число 2 я вам здесь предъявил вот ковер лента и прямоугольный ковер вот третий ковер оказался не целочисленным близких латишь но все-таки не целочисленное а целочисленное есть еще и другие и тут самое главное оказывается найти наибольший круг с которого все начинается и этот наибольший круг вот в этих случаях это было ну здесь даже не один а вот здесь вот целый бесконечный номер чтобы максимальных кругов радиуса единица здесь два таких максимальных круга радиуса двойка а есть пример когда максимальный круг равен тройке и он выглядит вот как радиуса внешней окружности минус 2 радиус внутренней окружности 3 прошу больше не радует не разность а не радиуса кривизна так что он занимает диаметр малого круга занимает две трети от диаметра большого круга что я неправильно нарисовал сейчас поправлю значит здесь минус 2 здесь 3 а вот здесь довольно любопытно получается нет я специально хотел написать что был несимметрично у меня не получилось а я знаю как надо сделать здесь 6 а здесь 7 вот такой ковер а симметричный симметричный правильно симметричный если пример не симметричных ковров но вот это первый случай когда просто неизвестно какие числа есть какие числа нету если дальше будет заполнять то будут появляться разные числа непонятно какие есть какие нет а вообще если у вас есть любой целочистый ковер то там есть много четверок попарно касающих кругов из них можно выбрать так называемую базисную четверку у которой максимальная кривизна минимальная а именно максимальная кривизна в этой четверки минимальная по всем четверкам вот здесь избрать четверка то будет четверка такая минус 1 2 2 и 3 значит здесь вот это число равно 3 максимальная кривизна в минимальной четверки здесь это число равно 7 7 до 7 а можно фиксировать наоборот на ему наименьшую величину самую маленькую здесь это будет минус 1 здесь это будет минус 2 но и так и так описание этих самых экстремальных 4 неизвестно известно что их бесконечное число так что существует бесконечность у разных ковров аполлоне и целочисленных они все эквивалентно конечно с точки зрения дробно линейных преобразований на дробные линейные преобразования и сохраняют радиус окружности не сохраняют кривизны так что два разных как целочисленных ковра могут вполне быть переведены один другой дробно линейным преобразованием иногда это полезно сделать посмотреть как это выглядит вот пожалуй это все я повторяю что если кто-нибудь совершит открытие которое квалифицируется как таковое в проблемах этой книжке то можно не прислать им и у а даже не совершит открытие это захочет его совершить может прислать email я ему отвечу имел написано первой странице но не на самый первый раз надо ложка вот следующий следует отвернуть обложку насчет сегодня на этом я кончаю спасибо за внимание